Конфликт Для того, чтобы говорить о том, что такое конфликт Конкретный Надо знать вообще, что такое конфликт Правильно? Вот этим мы и занимались Это к чему относится? Ко всему То есть это чисто философская Постановка вопроса о конфликте Но Конфликты бывают, как известно всегда В конкретной форме Раз в конкретной форме Вот мы и будем переходить уже с вами К самому массовидному конфликту Более массовидных конфликтов вообще нет Это конфликты Социально-трудовые Но для того, чтобы увидеть, насколько Острым является этот вопрос Я еще некоторые сделаю Предисловия, связанные с тем Как вообще разрешаются конфликты В принципе На философском уровне, если смотреть Еще независимо от того Какой это конфликт Значит, как они могут разрешаться? Конфликт может разрешаться А, поскольку это противоречие Да? Хотя обострившись Но противоречие С ним связаны противоположные тенденции Значит, он может разрешиться По линии усиления положительной тенденции Прогрессивной, правильно? И поэтому, когда так разрешается конфликт Он Если, скажем, прогрессивная сторона Побеждает В конфликте Без конфликтов не проживешь Как известно То есть, либо вы будете конфликтовать Либо с вами будут конфликтовать И надо Нельзя говорить, что конфликт это плохо Нельзя, правда? Это вроде того, что плохо Что вот Советский народ Победил в Великой Отечественной войне А что? Надо было не побеждать? Нас бы тут уже не было И были бы мы А те, кто остались Были бы рабами То же касается и революции Революция всегда совершается Прогрессивными силами Против реакции Реакция пытается Остановить прогресс Поэтому Всякое противоречие Вот в данном случае Если мы рассматриваем В самом общем виде Это борьба Двух противоположных тенденций Прогрессивной и Реакционной Регрессивной Вы на какой стороне будете стоять? Товарищ конфликтологи А нам бы лишь бы Как тут Как-нибудь уладить Надо, чтобы прогрессивные силы Не слишком побеждали Эти реакционные А реакционные Не слишком уже нажимали Скажем, если эксплуатируют Пусть поменьше эксплуатируют Если пытаются Освободиться От эксплуатации Пусть поменьше стараются А вот с ней удастся Освободиться То есть, короче говоря Позиция конфликтолога В разрешении конфликтов Каких бы Любых Однозначный конфликтолог Вообще Это представитель Прогрессивной Линии Разрешения конфликта Он выясняет Что за конфликт Какая сторона Прогрессивная Какая реакционная И помогает Прогрессивным силам Продвинуться вперед Так? Или вы каким реакционам Будете помогать Но эти товарищи На первом ряду Однозначно сказали Они реакционным Там остальные Товарищи Сохраняют Дружественный нейтралитет Я думаю Это понятно Можно по-другому Поставить вопрос Значит Что происходит С противоречивым Объектом Конфликт Это противоречивое явление С противоречивым явлением Либо оно остается В прежнем положении В прежнем состоянии Это как называется Вот скажем Можно его удерживать Если скажем Силы слабы У прогрессивной тенденции То для нее Правильная стратегия Состоит в том Чтобы бороться За сохранение Того положения Что есть Правильно? Вроде бы Но вы его не сохраните Если будете бороться Только за сохранение Вот если вы Будете стоять На то Лишь бы не улучшить На такой позиции То вы будете падать вниз Невозможно сохранить Статус кво Если вы будете бороться Только за статус кво То есть можно сохранить Статус кво Если вы боретесь За большее И тогда вы Может быть Сохраните то положение Которое А может быть И потеряете А если вы будете бороться Только за сохранение Ситуации То вы точно проиграете Пример Из социально-трудовых конфликтов Очень актуальный Вот сейчас вы знаете Что Очень озабочен Наш Центробанк Как бы вдруг Не стали индексировать Зарплату В связи с этим Некоторые Представители Политических партий Например Такие как Справедливая Россия ЛДПР КПРФ И Ротфронт Они выступили С идеей Что давайте бороться За Обязательную Индексацию Зарплаты Ну это вот какой-то Лозунг Малограмотных Таких элементов Совсем малограмотных Прежде всего В правовом отношении Потому что Если вы откроете Трудовой кодекс А я хочу сказать Что для вас Трудовой кодекс По этому курсу Основной материал Основной Не в том смысле Что вы должны его прочитать Прочитать само собой А только тогда Когда мы Будем рассматривать Все эти проблемы Вы поймете Что там получилось В этом трудовом кодексе Потому что Всякий трудовой кодекс Это застывшее Состояние борьбы Вот боролись Боролись И приняли такой кодекс Об этом у нас Отдельно будет речь Как он появился Этот кодекс Но вот надо понимать Что вот это вот Итог борьбы Определенный Вот этот итог И там записано Например Индексация Это мелочь Там записано Что 30 статья Государство Гарантирует Обеспечение Повышение Уровня Реального Содержания Зарплаты Государство Гарантирует Обеспечение Повышение Уровня Реального Содержания Зарплаты Чем гарантирует Не написано Не написано Меры Какие-нибудь Записаны Которые Эту гарантию Обеспечивают Нет А для мер Существуют Что Другие Совсем Юридические Документы Ну вот я Почему говорю Малограмотные Граждане Из этих Партий Потому что Они Как будто Они Или не знают Или не учили Или темные Личности Такие Но На уровне Руководства Дескать Давайте Бороться За индексацию А индексация Это что такое Это повышение Зарплаты На тот уровень Который был В прошлом году Реальный Потому что Инфляция Съедает 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 Ваши деньги Вот у вас Стипендию Получаете А что делать С ней Инфляция Она у вас Чтобы вы были Стройнее 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 Были А лучше Не были Ну смысл В этом С этой Инфляции Так И вот Где записаны Могут быть Меры Есть Уголовный Кодекс Что Вот если Допустим Ваш завод А вы Генеральный Директор Не будет Обеспечивать Повышение Уровня Реального Содержания Зарплат Если Государство Гарантирует Будете Сидеть В тюрьме От Трех До Пяти Ну то Вы сами Выбирайте Может вам Хочется Сэкономить Деньги Там Кормят И Один Час На прогулку Водят Строго В режим А вы Не гуляете Сейчас Вот я Смотрю На вас Видно Что вы Там Все Занят И Учитесь А там Обязательно Вот поэтому Все Репрессированные Которые Страдальцы Все Которые Не репрессированные Давно Уже Умерли А репрессированные Которые Были На свежем Водоке И гуляли Каждый день И регулярно Питались Живут И живут И требуют Доски Повесить Вот доски Например Повесить Памятные Участникам Великой Отечественной Войны 27 миллионов Погил Не надо Да-да-да Прошло Вот только Репрессированные Повесим Я вообще За то Что вся Купаем Ну какой-то Аранжир Должны быть Люди Режетовали Своей жизнью За Родину За всех Нас Я даже Вот отношусь К категории Детей войны По формальному Признаку Поскольку Я родился В феврале 45-го года И так сказать Как бы Чуть-чуть Сейчас Некоторые КПРФ Страдают Чтобы дети Войны Получили Какие-то Льготы Я думаю Довольно Смешно Потому что Мы Жили только Лучше 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 Это вы Живете Хуже А вот Я В период Когда Ну представьте В 45-е В 46-е В 47-е Отменили Карточки Потом Рост экономики Повышение Благосостояния Поэтому Как раз Ну если не взять Тех Которые в начале Войны родились А брать Таких Как я Ну вот Я как раз Представитель Вот этой Восходящей Тенденции И в смысле Жизненного уровня Только лучше И лучше Ну а при Капитализме Я лучше живу Потому что Я в то время Стал кандидатом Доктором Профессор Пока там Все падало А тут значит Так что Вот я Считайте Счастливчик Поэтому Рассказываю Как жить Счастливо Так В уголовном кодексе Нет Ничего не требует В уголовный кодекс Внести Требует Писать в статью Обязательно Сделать индексацию Давайте четыре раза Написываем Обязательно И что от этого Вот вы должны Обязательно Хорошо учиться Обязательно Еще раз повторяю Обязательно Поняли А кто не будет Хорошо учиться Что Ничего Точно так же У нас в кодексе 134 Статья Трудового кодекса Очень ваше внимание Обращаю Потому что люди Как слепые Как будто ее не видят Там написано В заголовке Обеспечение Повышение Уровня Реального Содержания Заработной платы Ну что написано Написано Обеспечение Повышение Что тут непонятно Реального содержания Не бумажки А реальное содержание Вашей стипендии Зависит от цен Правда Если цены рассудны Реальное содержание У вас падает Если они Понижаются Или стипендии Повышаются Реальное содержание Растет И что Вот значит Граждане Из Ротфронта КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Что-то там Перед выборами Бушевали Бушевали Они меньше всего И получили ЛДПР Только выбралось Там И ППРФ Вот они Значит Бушевали Что надо Записать Обязательно Есть еще Другой кодекс Административных Правонарушений Вот можно Штраф Там Слупить 60 миллионов Вот не будете Повышать Трудящимся Реальное содержание Расплаты 60 миллиончиков В госбюджет Ну 60 минут Это мелочь Лисин допустим У него 18 миллиардов Долларов Отдать Отдаст И будет продолжать То что делает И с этого следует То что Если не просто Ругаться на кодекс А понимать Его значение Того что есть В нем записано Вот вам дали Право На социально-трудовые Конфликты Есть Переговоры Можете вести Можете Конфликты Можете Ну и борите Государство На вашей стороне А чем Вам государство Поможет Морально А их разрешает Вам Вам забастовки Запрещены Конституция Разрешает Забастовки У России Что Конституцию Не считали Вы Антиконституционные Элементы Здесь По-моему Да Но по темноте А Если они Скоро Статья Статья Какая Одна из первых Одна из первых Ну 37 Это одна из первых Я согласен Да В сравнении С объемом С масштабом Ну По конституции Наверное Вы знаете Конституции Никогда за них Не голосуют Как правило За серьезные Изменения Конституции Они обычно Или результате Революции Или контрреволюции Вот старая Законность Сметается Говорит Это все Долой И Новая Революционная Власть Устанавливает Новую Конституцию Или наоборот Контрреволюционная Власть Приходит Старая Конституция Долой А за новую И никто И не голосует И за нашу Конституцию То что называется Конституцией Никто не голосовал А почему А и не ставили На голосование Был такой Референдум Проведен После Расстрела Белого дома Такой Референдум Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации Вот там Из танков Стреляли Признаете Конституцию Российской Федерации Попробуйте Не признать А Люди Немножечко Чуть Знающие Что-то В праве Или В гражданских Свободах Они понимают Как избираться Должна Конституция Вот Проекты Вот я Была автором Одного из проектов И был Два проекта От имени Ельци Нашли Один проект Комиссии Румянцева Верховного Совета Где председателем Был Ельцин Второй Говорят Что это комиссия Проект Шахрай Это вот тот Который сейчас Считается Конституцией А еще был проект Собчака А еще был проект ЛДПР А мне Так сказать Вот так Случилось Быть на Конституционном Совещании Я был От РКРП И предлагал проект Слободкина Пять было Проектов Ну вот пять Вынесли на голосование Если вы пять Вам нужно Чтобы получить Конституцию Юридически Оформленную Надо чтобы За нее проголосовало За проект Не больше Половины Или не больше Других А больше Половины Граждан Имеющих Право Голоса В Российской Федерации И вот А если Просто пять Проектов Поставить Ну Голоса Разобьются И не один Поставить два Если два Оставишь Допустим За один Сорок За другой Сорок пять Что Для тех Сорок пять Это Прошел Проект Нет Потому что Надо чтобы Больше Половины Оставляется Второе Голосование Оставляется Тот Проект Один Который Получил Наибольшее И проверяется Получит он Больше Половины Если Больше Половины Не получил Так и Остается Скажем Конституция РСФСР Которая Вся Уже Была Перелицована И была Вполне Буржуазной Все Преволюционные Законы В 93 Году Все Были Уже Принят Поэтому Там Ничего Такого Советского Социалистического Нел Кроме Названия Это Как Сейчас Газета Комсомольская Правда Есть Газета Такая И Что А Ничего Бренд Остался Поменяешь Бренд Получишь Меньше Прибыль Кто Это Будет Знать Вашу Ну Напишите Антисоветская Правда У У нас Есть Процесс Проспект Большевиков У нас Коллега С Кафедры Где Я раньше Не нравится Ну Ру Вы Все Меняете Давайте Меняйте Меньше Не хочет Не хотят Никто Не хочет Поменять Проспект Не надо Дурью Заниматься Это История История Вы Все равно Сколько Не переклеивать Она Все равно Или Не замазывай Она Все равно Проступает Поэтому Совершенно Бессмысленное Занятие Поэтому Есть Памятник Царю Кто Снимает Вы За то Чтобы Снять Памятник Царю Вот Я Против Царизму Но Я Не против Того Что Был Памятник Хороший Памятник Ставит Между прочим Прекрасной Исаакиевской Площадь Правда же Пусть А что Петр Первый Не нравится Памятник Петру Хороший Возвращаемся К этому Вопрос Значит Вот Есть У вас Конституция Есть Право На Забастовку Есть Процедура Подготовки Забастовки Описана В Трудовом Кодексе Вы Должны Это Изучить Не слушая Меня То что Вы меня Слушаете Это Подспорье Дополнительно А вы Должны Это Знать Закон Как Те Юридические Нормы Записанные В Конституции А я Вам Помогаю Это Освоить Потому что Все эти Законодательные Нормы Они Как В одно Ухо Влетают И Из Другого Вылетают Поскольку Я Воле Судеб Имею Звание Профессора По Кафедре Экономики И Права Но Ни Одного Дня Не Учился На Правовом Факультете Как Юридическом Ни В Аспирантуре Ни В Докторантурии Нигде Ну Поэтому Мне Так С Таким Званием А Потому что Кафедра Так Называлась А Звание Дают По Той Кафедре На Которую Работаешь И Вот Я Стал Профессор По Кафедре Экономики Права Поэтому Я Стал Всякие Правовые Документы Изучать Такие Грассбуки Большие Вот Их Начинаешь Изучать Как В лес Зашел Ходил 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 Все Вроде Ясно Вышел Из него И все Забыл Где Что Растет И как Найти А Для Юридических Споров Важно Что В каком Порядке Какой Номер Абсолютно Вот Если Ваше Право Под номером 227 Право Которое У вас Есть Ну пусть будет под номером 227 Если мы переставим будет номер один Какая разница Ну будет ссылка на номер один По статье номер один То есть Право Это не научная система На научной системе Это такая система Норма А тут можно все переставить Как угодно Пожалуйста Пользуйтесь Поэтому Как бы Государство наше Говорит Трудящимся Если вы будете требовать Повышения уровня Реального содержания Зарплаты Вот вы будете Повышение Реального содержания Степендий Требуйте Это ваши требования Справедливые Раз Законные Два А те Кто нарушает Ваши права Творят Беззаконие Все Больше вам Государства А дальше Боритесь Сами Вот А как вы будете Бороться А вот есть Конфликтологи Пусть рассказывают Как бороться Правильно А кто еще Кто поможет Народу Философы Они Экономисты Они как-то Такие все Богатые Такой факультет У нас Экономика Все хуже Хуже Умирает Они Может подумать Что они все Высасывают Что ли Кровь из нашей Как можно так Богатеть Все экономисты Так хорошо живут Такой прием Всегда мощный Экономисты И юристы У нас Были Одно время Просветали Сейчас уже Поменьше Так Так И вот Поэтому В том Что у нас Описано В кодексе У нас Есть право Вот вы имеете Право Есть на золотом Блюде Если оно у вас Есть Есть Нет Ну возьмите У кого У меня тоже нет Купите на всех Одно И по очереди Кушайте Ну что я могу Еще посоветовать Право Есть у вас Вот у бомжа Есть право На жилье Ну вот Он сидит Там на картонной коробке Летом Хорошо Книжки читает Поскольку Тоже относит Там Недопитые Недоеденные Съезд Пока мы тут Мучаемся На занятиях Он отдыхает А зимой Они умирают Поэтому Жизнь была тяжелая Но зато короткая Умер молодым Вот Так обстоит Дело В современной России А чтобы подкрепить Это дело Конкретными Экономическими фактами Я Слежу за Состоянием Таких вопросов В нашей экономике И поскольку Слежу Поскольку я хочу Вас проинформировать О самых свежих Явлениях В этой области Относящихся К социально-трудовым Конфликтам Вот У меня сегодня Гадета Коммерсант Очень рекомендую Очень рекомендую Коммерсант Это чья газета Капиталистов наших Там правду пишут Почему Если капиталисты Задают свою газету Они что-то там будут Убрать Кого себя обмануть Что рабочие читают Коммерсант Нет Это вот газета Работодателей Скажем так В широком смысле слова Ну а я как интеллигент Обязан знать И то Что эти думают И эти думают Вот я значит Читаю Зачитываю Доходы И прожиточный Минимум Продвинулись Друг к другу Понедельник У них представляет Такой бешеный темп Да До До 21 миллиона На 4 десятых Сообщил Цифра Которую Которую Должны Выплачивать А нет Минимальный Размер Зарплат Получается Не надо путать С минимальным Размером Зарплат Я вас спрашиваю На что можно прожить На месяц Как считает государство Прожить можно А если меньше Чем можно Значит нельзя прожить То есть А если нельзя прожить Что будет Значит все В умирании И вот вопрос Куда делитесь Вот Ну так вот Как все Вот это И не вопрос А и ответ На то Что Поэтому никто Из руководителей Из страны Не может выйти В светлом костюме И сказать Мы решили Проблему Умирания Населения Страны Ну где-то Так колеблется Такого вот Разрыва Сейчас большого Между смертностью Рождаемости Нету Действительно Рождаемость У нас растет А смертность Так же Так вот Они растут 21 миллион И четыре десяток Что должно С ними произойти Все 21 миллион Можете себе представить А сколько у нас Миллионов человек В России 140 Ну да Семь с половиной Да 140 Семь с половиной До 150 Немножко не дотягивает И 21 миллион Приговорены Тем самым Нынешним состоянием Распределения Потому что Если вы скажете Что у нас Все такие бедные Это не А тут Вот вы пишете Это бедные Это не бедные Это те Которые Приговорены По существу Ну никто Юридически Не приговорил А экономически Их приговорили К чему К смертной казни Но через что Это как бы Жизнь будет трудной Но недолгой Ну дальше Там эта тема Развивается Год назад В первом полугодии Пятнадцатого года Это показатель Составлял Пятнадцать И одна десятая Порцента Двадцать Один И семь десятых Миллиона То есть Сократилось От двадцати Одного И семи До двадцати Одного И четырех Понятно Шесть То есть Это вот так Это как говорят Мы за стабильность Если вы вымираете Давайте стабильно Ну не то Что Скачок Не допустим Скачков Вымирает И умирает И умирает Все привыкли к этому Давайте стабилизируем Это дело Поэтому Вот эта вот Стабильность Это может быть фактором Как вы понимаете Весьма отрицательным Дальше Снижение числа бедных В сопоставимом периоде Произошло за счет Небольшого снижения Прожиточного минимума То есть Снижение Произошло Не за счет того Что лучше жить стали А взяли Прожиточный минимум Который Утверждает государство Правительство Причем утверждает Оно его За прошлый квартал Вот кончился Там третий квартал Собирается Правительство И утверждает Прожиточный минимум За третий квартал Дальнейшая методика Мне непонятно Я думаю Что методика такая Почему за прошлый Вот если Видят что Вот на этом уровне Умирают уже люди Значит это вот Прожиточный минимум Такое и получается Видимо это такая Практическая такая Самая методика Потому что за будущее Вот мы напишем Что они не умрут А они возьмут и умрут А вот за прошлый квартал Уже видно Сколько съели тех Сколько ели те Которые вымерли А дальше мы выдумываем Что это за категория людей Очень хорошая публикация Очень вам рекомендую Редкая Два года назад Количество граждан С доходами ниже Прожиточного минимума Составляло 18,9 миллиона человек Два года назад А сейчас 21,4 Чувствуете Какая тенденция Это вот сейчас С прошлым годом Сравнили И все хорошо А если два года назад Хуже чем Сегодня мы живем Лучше чем Два года Хуже чем два года назад Экономисты знаете Как с Новым годом Поздравляем Поздравляем с Новым годом В будущем году Мы будем жить лучше Чем через год Вот можно этих товарищей Поздравить Дальше Ну а что за люди Летом Первый замминистра финансов РФ Вот кто деньгами распоряжается Отмечала Что 37% Бедного населения Это молодые семьи С двумя детьми Это уже вам угрожает Все Так вот и думайте На какой стороне Вы будете в этих конфликтах стоять Как с этой точки зрения Относиться К социально-трудовым конфликтам Что слабые люди Борются за улучшение Своего положения Им государство дало Право Конституция дала Дала Право Закон дает Право Не умеет Пользоваться этим правом Потому что сложно Пользоваться Сложно И сложно бороться Потому что в одиночку Будешь бороться Не выйдет А коллективно бороться Люди Не умеют И не имеют Соответствующих Организаций И есть у нас Партия рабочего класса Которая бы помогала Нету таковой Потому что Скажем КПРФ На это звание Например Не тянет Потому что она Озабочена Продвижением себя На выборы И успешно Эту задачу решает Кандидат В прошлом году В прошлом году Все хуже 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 И будет Обнищание 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 Но это В соответствии С законами Капитализма Закон абсолютного Обнищания Прописан Карлом Марксом Капитали А вы хотели же Капитализм Кто-то хотел Он и получил Не Но кто при этом Капитализме Оказался в числе Капиталистов Он Неплох У вас есть Корабль А завод У вас есть Завод Нет А что Собрались Здесь Несерьезные Люди И у вас Ничего У вас радио Какая-нибудь Станция Есть Такого Телевидения У вас Нет Какой-нибудь Дождь Или снег Допустим Сделали Снег Или пыль Нет Все Я все Мечтаю Появился Какой-нибудь Владелец Корабля Мы бы Сейчас Весной По Неве Плавали И можем И сейчас Прокатиться Кофе нам Больше Мы не требуем Я бы вам вещал И вы бы смотрели В окно И заодно Полуха меня бы Слушали И усваивали бы Хорошо А что Свежий воздух Мешает что ли Ну Что за народ Кому приходится Преподавать Так Ну вот вам Так сказать Иллюстрация Того Насколько Это Актуально То чем мы Занимаемся Супер актуально Да поэтому Мы должны Заниматься И разобраться Фундаментально А что здесь Фундаментально Давайте разберемся Что такое Социально-трудовой Конфликт Сначала Вообще Ну я вас спрашивал Что такое По словам придется Разбирать Социо Все знают Сразу вы сказали Что социо Это общество А общество Это что Давайте напомним Люди Взятые вместе С их отношениями Люди Их отношения Если возьмете Отношения Без людей Это не общество Люди Без отношения Это не общество Это будет там Население Граждане Все вот Пытаются говорить О гражданском Обществе Дальше Больше Некоторые Кандидаты Они создаются Делают Гражданское Общество Если откроете Старую-старую Книгу Которую Маркс Энгельс Даже не Стали публиковать А подвергли Ее Критике Мышей Как они Грызущие Критики Мышей Там даже Страница Есть Обгрызенная Страница Мышами Там Говорится Что гражданское Общество Это капиталистическое Общество Это гражданское Так что Что вы его строить Будете Построили Граждане Ну а для Милиционеров Вообще Все общество Гражданское Если вас Задержать Надо Гражданка Пройдемте Не будешь Говорить Жительница Ленинградская Гражданочка Давайте-ка Давайте-давайте Бросьте Свои книжечки И пошли Воронок Так С обществом Понятно Социо Труд Что такое Деятельность Непосредственным результатом Которого Является Материальное Благо Значит Мы тоже Знаем Что такое Труд То что В материальном Производстве Участвует Не только Непосредственное Производитель Материальных Благ Должно быть Я думаю Всем ясно Что без Скажем Бригадира Который Организовывает Работу Без Начальника Участка Без Мастера Иногда Мастер Бывает И непосредственным Производителем И одновременно И организатором Производства Без Начальника Цеха Который уж точно Не является Непосредственным Производителем Он Опосредственным Является Посредством Рабочих Он производит Он Можно считать Производит Без Конструкторов Если они Не сделают Хорошую Конструкцию Машин Она Не будет Работать Без Проектировщиков Которые Спроектируют Должны Завод По Производству Правильно Если Иначе Вы будете Строить Будет Ерунда Точно Та же Как Есть Даже Такая Притча Когда Идут Люди И вот Человек Обтесывает Камень А я спрашиваю Ты что делаешь Камень Обтесываю Пошли дальше Опять Второй Такой Обтесывает Камень Спрашиваю Что делаешь Дворец Строю А делают Вроде То же самое Есть Разница Правда Но Правда У нас Вот Исторически Так Сложилось Что Кто Построил Исаакиевский Собор Монферран Вот Я тоже Думаю Вот Я всегда Смотрю Мне Кажется Что Монферран Особенно Трудно Было Колонны Ставить Одному Остальное Вроде Как-то Потихонечку Там С камешки Носить Носить А вот Колонны Тяжело Ставить Ну Ничего Создал И вот Еще Есть У нас С поэтическим Такой Фамилией Архитектор Расстрелли Тоже Вот Ему тяжело Было Смольный Делать Собор Построил Ну А там Этих Всяких Которые Камни Таскали Ставили Поднимали И прочее Ну Чего Их Так Много Если Будешь Все Писать Все Будет Исписано Поэтому Одно Написали И Хватит Вот Есть Через Екатерингов Мост На Проспекте Огородников Бывшем А теперь Это Рижский Проспект Там Перечислено Кто Там Какие Инженеры Участвовали В строительстве Этого моста Человек 5-6-7 Ну Рабочие Конечно Не перечисленные Вот скажем Нигде Мы с вами Не просим А кто Построил Этот дом Да Построил Нам Главное Учиться Так Ну Вот Сейчас У нас Ходят Люди Которые Если Вы Пораньше Придете Видите Они Тихие Незаметные Которые Берут Эти Резиновые Там Половики Их Вытрясают Или Выносят Или Моют Тут И Вытирают Полы Убирают Чтобы К половине Десятого Каждое Утро Было Все Хорошо Или Если Здесь Нужно Что-то Делать Вы Нам Отремонтировали Мы Занимаемся Мы Пользователи Этого Дела Да Можно сказать Они Тоже Участвовали В развитии Науки Ну Косменным Образом А Непосредственно А мы Непосредственно С вами Развиваем Образование Вы Развиваете Образование Посредством Самообразования Правильно Чем Вы Более Развиты Тем Более Развиты Образования Я Уже Стараюсь Если Я вам Помогаю В этом Процессе То Вот Это Материальное благо Вы Сейчас Картошку В этом Году Убирали Нет Убирала Убирали Капусту Капусту Морковку Чего Вы не делали Сейчас Найдем Кур Вы Выращивали Нет Выращивали И кур Выращивали Значит Вы Были Непосредственным Производителем Вот Видите Нашелся Человек Почему Мы Голодные Ходим Тут Мы Не Видели Ваш Это Все Под Вопросом Мы Видели Яблоки Год Яблоки Да Вот Тоже Так Значит Что такое Труд Мы С вами Знаем Теперь Значит Труд Совершается В ходе Общественного Производства Что Такое Производство Что Производство Вот У вас Какой Есть Такой Требничек Вы Можете Зачитать Что Такое Производство Процесс Присвоения Предметов Природы В рамках Объединенных Общества И Посредством Значит Разберем Все По порядку Раз Вы Это Все Знаете Процесс Что Такое Вот Вы Что Такое Процесс Знаете Просто Процесс Больше Не надо От вас Требуется Один Вопрос Не Надо Мучить Людей Сложными Вопросами Процесс Что Такое Скажите И Все А то Все Знают Что Процесс Пошел А Что Пошло Не Знает Что Такое Процесс А Вот видите У вас Знание Это Книжное Нет У вас Истинное А тут Есть Люди Которые Не знают Что Такой Процесс И Как Вы Не Знаете Что Такой Процесс Собираетесь Конфликтовать Заниматься Конфликтологией Что То есть Любое Движение Процесс Не Нужно Уточнить Уточняйте Я Пытаюсь Звонок Другу Алло Это Движение Это Против То есть Если Процесс Разрушения Ваш Идет Это Имеет Цель У вас Процесс Старения Идет Или Только У меня Идет Вы Не Смотрите Что Я Старение Процесс Это Не Старение Я Старение Не Собирайтесь Не Собирайтесь Но Старение Идет Или У вас Омоложение Идет Ну Ладно Я Готов Я Не Буду Спорить Давайте Так И Запишем Что У Меня Идет Процесс Старения В ходе Лекции А у Вас В это Время Идет Процесс Омоложение Что Я Отношу Насчет Качества Лекции Потому Что Ни из Чего Другого Это Никак Вытечь Не Может Иногда Кажется Что Вам Лучше А Мне Хуже Я Точно Дожил До 71 Года А Вот С Учетом Всех Данных До Какого Возраста Вы Доживете У нас Организована Экономика Как Вы Понимаете То Как Говорится Мне Не Грозит Умереть В 67 Лет Не Грозит Почему Потому Что У меня Возраст Выше Чем Средняя Продолжительность Жизни В России Говорят Что Вы Ничего Не Боитесь Как Я Буду Бояться Меня Вообще Нет Но Я Еще Есть Как Можно Бояться Это Счастливое Время А У Вас Еще Такого Счастья Нет Пока Все Под Угрозой Так Так Все Так Это Я Дал Вам Время Чтобы Вы Подумали И Сказали Что Так Процесс У Вас Книжное Знание Нет Вас Не Будем Трогать Вы Ответили Пусть Помучаются Другие А Вы Скажите Что Так Процесс Последовательности Х1 Х2 Х3 Хн И Так Далее Так Точечки Обязательно Такая Почему Вы Процесс Назвали Обязательно Дискретный Процесс Сначала Надо Узнать Что Процесс Потом Его Превращать В Дискретный Или Непрерывный Так А У У Там Провод Есть Но Вы Не Успели Подключить И Поэтому Не Можете Сказать Что Процесс Процесс Что Такое Развязывание Провода Вот Это Тоже Процесс А Не Можете Обобщить Это И Сказать Что Такой Процесс Вообще Методом Абстракции Направлено На решение Какой-либо А Если Вашего Действия Не Было Думайте Процесс Разложения Вашего Провода Не Вы Представляете Что Ему Лет 15 Если Было Вашему Проводу Он Б Сейчас Его Тронули Он Б Рассыпался Ну Значит Процесс Идет Без Важного Не Вашего Мешательства Не Обязательно В Этот Процесс А Вы Что Скажете Деятельно То есть Обязательно Человек Должен Присутствовать Что Ломать Портить Длительный То есть Длительный Если Короткий Процесс То Не Процесс Понятно Здорово А Что А Все В Движении Еще И Направленность Есть Достижение Чего Кто Конкретные Результаты Ну Вот Ваше Возмужание Там Развитие Направлено Какой результат Это будет В итоге Смерть Это На смерть Направлено У вас Движение Процесс У вас Движение К смерти С чем Я вас Поздравляю Мы Конфликтологи Мы Направлены Наше Движение Направлено К смерти Но Ее Надо Как-то Облегчить А Как Мы Можем Ее Облегчить Ну Лучше Что Тут Как-то Сделать Процесс Это Может быть Это Изменение Чего-нибудь Во времени Да Вот У нас Есть Человек Который Знает Изменение Во времени И все Не надо Накручивать Не надо Тут Цели Ставить Для процессов Всякий Болезненный Процесс Процесс Движения К смерти Не надо Нам Навязывать Такие Грустные Моменты Изменение Во времени Сказано Вот Человек Знает Учитесь Берите Пример У вас Зачет Или экзамен Будет Зачет Зачет Ну Вот Она Зачет Она Говорила Остался Формальный Момент Она Придется Сказать А помните Я ответила Что такое Процесс Да Помню Ну Так А что Тогда Вы Говорите Ставьте Мне Зачет Я Поставлю Так Это Тоже Будет Процесс Надо Расписаться Там Написать Будет Процесс Изменение Во времени Ничего Не было Стоит Зачет Так Все Запомнили Для чего Я задаю Эти вопросы Вам же Тоже Придется Где-нибудь Что-нибудь Преподавать Если Вопросы Не задавать Ну Человек Должен Как-то Самостоятельно Подумать Вот Вы Все Подумали Да Ну И потом Я Вот Мы Получили Ответ Тогда Этот ответ Запомнится А если Свою голову Чтобы И наконец Решение Вот Поняли Ценность Этого Решения Вот Оно Тогда Задерживается В голове Потому Что Не все Можно Просто Выучить Можно Выучить Потом Можно Забыть Есть Такие Вещи Которые Лучше Вот Так Фундаментально Запомнить Потому Что Они Нужны Для чего Для Всего Ну Что Процесс Надо Знать Чтобы Быть Просто Образованным Человеком Правильно Что Для Прямо Для Конфликтологов Только Надо Знать Что Процесс Для Всех Надо Знать Так Процесс Чего У нас Дальше Присвоение Так Кто Скажет Что Такое Присвоение Вам Надо Реабилитироваться Давайте Говори А Я уже Боюсь Смелость Города Берет Пуля Дуру Штык Молодец Надо Ввязаться В серьезную Дураку А Там Видно Будет Наполеон Что Такое Присвоение Надо Вам Помочь Вот Это Почему Нет Что Нет Как Нет Вы Не Знаете Что Присвоение Поэтому Я могу Совершенно Спокойно Положить В карман И Ждать Когда Вы Сейчас Его Присвоили Да Я Сейчас Его Присвоил Это Понятно Но Вы Расскажите Что Это Такое А Иначе Вы Вот Вы Пришли К Милицию А У меня Микол Васильевич Присвоил Прямо На занятии Телефон А Что Это Такое Спрашивает А Я Сама Не Знаю Что Это Значит Идите Отсюда У У Меня Два Трупа А Вы Приходите Со Всякой Ерундой С Ерундой Не надо Приходить В Милицию Так Что Присвоение Прижалованный Безразличный А у меня На руках Знаете Как Ему Хорошо Вам Не Кажется Получается Что Перенимается Во владение Во владение А Вы Знаете Что Во владение У У нас Такая Вот Это Наука Все Все Время Требуется Знать Что Вы Говоришь Это Правильно То Что Вы Сказали Вот Он Сейчас У Меня Во владении Значит Кто Владелец Ну Так Если Я Владелец Какие Претензии Вот У Меня Владелец Телефона Отнял Телефон Нормально Скажут А что Вы Хотите Чтобы Вы Отняли Владельца Идите Отсюда Девушка Пока Вас Не Арестовал Раньше Владельцем Не Был Раньше Я Не Был Все Какие То Владельцы Произошел Процесс Присвоение Процесс Да Да Это Изменение Во Времени Да Произошел Да Вот Я Владелец Вот Форточка Есть у вас Откройте Пожалуйста Форточку Я же Владелец Сейчас Что такое Владение Вот Вы Знаете Все Понятия Владение Что такое Зря я Сказала Что Будет Зачет Потому Что Она Отвечать Не Будет Какой Смысл Дальше Отвечать Никакого Смысла Нет Я Согласен Сидите Молчите Зачем Будете Отвечать Еще Испортите Что Нибудь А Владелец Имеет Право Распоряжаться Право Зачем Мне Право Мне Право Не надо Я Сейчас Открою И выброшу Без всякого Права Мне Право Для этого Абсолютно Не нужно Не надо Усложнять Жизнь Хотите Продемонстрирую Что Право Для этого Не нужно Вы Уверены Что У меня Права Нет Уверены И я Уверен Мне Право Абсолютно Сейчас Выбрасываю И все А вы Бежите И можете Ловить Там Уже Его Кстати Не будет А если И будет То Может Он Крепкий Ничего Не будет Давайте Проведем Эксперимент Пока И Владелись Ну Владение Кто-нибудь Скажешь Что такое Владение Можете Не право Молодец Могу Что Могу Распоряжаться Делать Что Хочу Вот Это Правильно Вот Я могу Делать Что Хотел Владели Владение Это Фактическая Господство Над Вещей Кто Сейчас Фактическая Господство Над Вещей Она Лея Я Вот Я Значит Сейчас Владею А Я вас Спрашивал Не Про Владение Только Про Присвоение Вы Не Забывайте Нет Я Про Присвоение Спрашивал Вот А Вот То Что Я Сейчас Владею Это не Подлежит Ini Никакому Обсуждению Это Понятно Ну, примерно так. Да. Примерно так. В принципе, вы правы. И это сейчас не на уровне формулировок. Формулировку я другую дам. Но то, что вы... Это вообще, так сказать, в качестве премии за правильную формулировку я вам отдаю. Спасибо. Пожалуйста. Но если бы неправильно сказали. Ну, так вот и постепенно мы обрастаем телефонами. Вот у меня хорошее есть на прошлом занятии. Глазовенько тоже не делайте. Да. Профессором хорошо быть. Лучше, чем студентом. Чего вам еще? Планшет нужен вам? Сейчас, со следующего занятия вечером у меня будет у магистров. Но ваш... Это слабый планшет. Так. Значит, правильно. Не владел, а стал владельцем. То есть произошло то... То есть перешел к фактическому господству. Значит, как это научно записывается? Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот сейчас телефон в процессе, как чьей жизнедеятельности? Сейчас. Вашей. Вот. А пока вы держите, а сумочка будет в процессе моей жизнедеятельности. Хочу ее из правой руки в левую приложу, из левой руки в правую. Это чья жизнедеятельность? Ваша или моя? Ваша. Моя. Вот я ее превратил в процесс своей жизнедеятельности. Когда вы ручкой пишете, вы ее превращаете в процесс своей жизнедеятельности? Я же не спрашиваю. Это наверняка ворованные ручки у вас у всех. Или, по крайней мере, кто-нибудь может отчитаться? Ну, покажите-ка квитанции, что вы купили. Чисто формально подойдем. Есть квитанции на ручку? Отдайте ручку. Все. Так, у вас есть квитанции на ручку? Все, все отдаются. Понятно, да? Тем более в России. Кто-то собирает эти квитанции. На Западе там все складывают, складывают, складывают. А то, да, даже на гарантийные всякие. Или сломается, или не сломается. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Понятно, что такое присвоение. Надо запомнить на всю жизнь, потому что... Причем право тут совсем не при чем. Присвоение. Как факт. Присвоение. Превращение в процесс своей... Продолжаем дальше. Процесс присвоения. Чего? Предметов природы. Предмет природы знаете, что такое? Вы знаете, что такое предметы природы? Вы вот за столом сидите. Это предмет природы? Да. А скамейка, на которой вы сидите, предмет природы? А очки? И очки предмет природы? А свитер ваш тоже предмет природы? Да, это предмет природы какой? Да, человеческий предмет природы. Ну я немножко вас корректирую, чтобы было красиво, а человечный. То есть есть предметы природы девственные, стоит дерево в лесу, никто его никогда не сажал, не трогал, не обрабатывал, не ломал, не прыгал на нем. И вот это же тоже, тут правда дерево, тут еще дерево есть, а тут уже похоже. Но это тоже все предметы природы. Пластмасса же тоже делается из того, что в природе. А человечная природа. Вот нас окружает человечная природа. У нас дом каменный, камень, это камень. Кирпичный, если кирпич, и что делается? Из варенья застывшего. Нет. Что? Что, и что делается, кирпич? Далеко, мой трудящийся. Ну вы в сельском хозяйстве погрязли, я понимаю. Скажи, мы бедные крестьяне, нас не спрашивайте, у нас у нас мазаные хаты, скаты мазанки, деревянные, соломенные крыши покрытые еще. Зачем? Почему мы будем знать про эти каменные джунгли? Не надо. Так из чего никто не знает? Из чего делаются кирпичи? Один я знаю, что ли? А? Из глины, вот. Молодец. Есть люди. Не надо говорить, что плохо у нас, студенты у нас не способны. У нас знают, университет еще даже делает кирпичи. Из глины. А что делают? А как делают? Берут глину какую? Как кембриску желательно так. Синяя такая. Делают из нее кирпичики. Глиняная. И что дальше? Ну вы это можете сделать кирпичи? Не можете? Не могу. Вот ее в печечку. Задвинули на каталочке. И обжигают. А после обжига получается вот этот такой кирпич, который не размокает нигде. Да? Еще с ним не только разбить его можно. А он, вода, пожалуйста. Он впитывает, он пористый, он дышит. В отличие от цемента. Вот сейчас все цементные дома строят. Быстро-быстро. Помещают вас в цементную коробку, чтобы вы жили хорошо и счастливо. А в кирпичном доме, значит, стены дышат. Поэтому он для организма более благоприятный. Но это же дорого. Потом вручную надо кирпич ставить. А это там заливают, передвигают. И дальше. И раз, раз, раз. И деньги, миллионы прямо туда сыпятся им. Тем, кто строит дома. Так. Значит, что это? Цемент. Предмет природы? Что, вот можно найти где-нибудь цемент? Нет. В природе так прям цемент. А еще делается. Находит такое вещество, которое обжигает. После этого оно обладает свойством. Соединяется с водой. Образовывается очень твердой. Твердую массу. И, например, вот бетонный. А это ведь бетон получается. Железо бетонное. Это железо. Плюс с цементом. Мешивается. Цемент с песком и щебнем. После этого можно делать доты, дзоты. И вот сейчас стоят эти доты и дзоты. Со времен Великой Отечественной войны ничего с ними не случилось. Они не падают. Не падают, не разрушаются. Очень прочная природа. Но это все о человечной природе. Все вокруг нас о человечной природе. Так. Так что мы говорим, что производство – это процесс присвоения предметов природы. Так, неважно это тех, которые были девственными там. Лес кругляк у нас срезают и везут в Финляндию. Там из него делают фанеру и шкафы. И по бешеным ценам у нас продают. Вот такое у нас хозяйство сегодня. На сегодняшний день. Сколько уже было раз говорено. Прежде чем везти туда кругляк, сделать из него фанеру. Сделать из него доски. Сделать из него. И торгуйте финнам, продавайте. И другим. Нет, туда гоним. На корню. У нас лесов много. Миллионы мегетаров сгорают. А раньше тоже сгорали там в советское время? Нет. Закон был другой. Были лесники. А нет сейчас лесников. Потому что, значит, деревня сгорела от пожара в лесу. Что сделать? Что может человек не специалист посоветовать? Очень просто. Ну, огонь же не летает по ветру просто, по небу. Он же перебирается по земле или по верху. Если деревья идут, горят, следующие деревья. Говорили, как сделать, чтобы к вам в деревне не перебрался огонь? Ну, пропашите там пашню, сделайте вокруг деревни полосу. Сколько метров? Ну, если 20 метров, это мало. Может, летят головешки там. Ну, 200 метров. Перелетит какая-нибудь головешка? Ну, не за что. Ну, что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно взять и организовать, чтобы вокруг каждой деревни сделали такую полосу. Там, в угрожаемых районах. Сделано это? Не, мы потом дадим. Вот у вас все сгорит, мы вам дадим пособие. Потом построим дом и вас переселим в новый дом. Вы же любите новый дом. Сейчас так делается. Лесники, скажем, лес они охраняли, защищали. Сейчас я говорю, не знаю, я их не увидел. Дом лесника. Слышали, дом лесника? Это же только в сказках сейчас, да в песнях. А на самом деле, какие лесники? Никаких там лесников нет. Так, процесс присвоения предметов природы. Всю эту часть мы поняли. А это все? Если это только это, то и будет труд. Правильно? Процесс присвоения предметов природы. Не только труд. Но какое-то и потребление. В рамках определенной формы общества. Ну и какие формы общества мы с вами знаем. Коммунизм первобытно-общинный, рабовладельческий строй, феодальный, буржуазный и коммунистический. Все. Этим все исчерпывается. Коммунистический, который вышел из капитализма. Больше других мы. А есть еще рыночная экономика, как некоторые считают. Это что такое? Что такое рыночная экономика? Рынок кто-нибудь знает, что такое? Что вы так задумались? Скажи, что такое рынок. А так много говорят, что когда много говорят, всегда это трещат, трещат, трещат. В голове ничего не остается. Рынок что такое? Место, где обменяют товары. Место, где обменяют товары. Просто товары. Это вот бартер называется. Товары и услуги. Что? Товарные услуги? Товары и услуги. все равно это бартер обмен, бартер переводит на русский язык обмен товаров и все, это рынок то есть если я вам грибы, а вы мне дождевики это рынок что ли вы мне корзину нет, я вам корзину, а вы мне туда положите яичек, я ей понесу где мы обмениваем я вам что-нибудь, я вам три корзины, а унесу одну я вам три корзины, а вы мне положите в мою корзину что-то там это будет обмен а где тут рынок, тут рынка нет рынок-то не сразу развивает сначала идет обмен без рынка товарное обращение пишет Маркс, предшествует товарному производству товарное обращение предшествует товарному производству такая странная вообще фраза у Маркса и кажется дикой даже, что производства не было, а товарное обращение есть а вот представьте себе, я гулял по лесу нашел в лесу яблоню попробовал вкусные яблоки это редкость, чтобы вкусные были как она туда попала, не знаю ну вот, и как она выросла набрал я вот столько яблок выхожу на опушке сидит девушка ну вот которая знает, что все у нее природное она значит вяжет что? корзину плетет и она наплела и так хорошо у нас солнышки глаза хорошие и она раз-раз быстро-быстро выстрелит у нее уже корзины три наплела, потому что ей нравится сам процесс так ничего не собирается а тут я со своими яблоками я говорю ну слушайте, а а не я вам половину яблок отдать а то я сейчас рассыплю по дороге а вы мне одну корзиночку все равно она вам не нужна зачем вам третья корзина давайте поменяемся и мы поменялись а раз мы поменялись тот мой товар мой продукт пошел потребление через обмен правильно? яблоки попали к вам от вас я не забыл к вам значит это продукт перешедший в потребление через обмен а корзина она тоже через обмен от вас перешла ко мне вот если через обмен перешел продукт кому-то то это называется товаром этот продукт товар это продукт переходящий в потребление через обмен это самое простое определение товара первичное соответственно его как правило и не знают Товар – это продукт, переходящий в потребление через обмен. И вот вы меня хотели рынком назвать что-то подобное. Но это не прошло. А потом я думаю, а не пойти ли мне еще за яблоками? Тем более там… А вдруг я снова встречу девушку, которая плетет корзину. Она говорит, не сплести мне корзиночкой посидеть, может, этот придет, яблок принесет. А я ему корзинку суну, а я в эту корзиночку вставлю и пойду яблоки есть. И так и произошло. А вы с какой целью теперь плели корзину? С целью. Да какой тут продажи нет. Ну что вы говорите, как можно продать? Как можно продать? Тут просто меняем мы. Продажи – это совсем другая категория, не надо. Она хочет со мной поменять на яблоки. Я ей яблоки, а она мне корзину. А я хочу яблоки поменять на корзину. Я произвожу яблоки теперь. Ну, произвожу, потому что я их снял с дерева, это производство. Я произвожу яблоки для обмена с ней. Она производит корзины для обмена со мной. Не все, она некоторые корзины производит для себя. Это не товары. А вот те корзины, которые она для меня производит, это товары. Потому что товары – это не вещи, а общественные отношения. Нельзя сказать про корзину, она товар или не товар, глядя на корзину. Потому что это просто потребительная стоимость. Вещь полезная. Этим всё сказано. Полезная вещь, потребительная стоимость. А вот товар или не товар, зависит от того, для чего она производится. Если вы 4 корзины произвели, и одну для меня, для обмена со мной, вот это товар. А я точно не больше половины произвёл для вас, а вторая половина – это для меня. Вот это. Не товар. А вот та, которую я произвёл для обмена – это товар. И вот они меняются. А вот то, о чём вы начали говорить, это относится к товарам, которые обладают свойством всеобщей обмениваемости. Все с удовольствием их берут. Скажем, в своё время брали шкурки пышных зверей. Вот я прихожу, у меня вместо, так сказать, чего-то там на ремне висят шкурки песцов. Я говорю, дайте эту вашу корзину рассеять. Шкурку она, раз в пять корзин. А ей этот песец не нужен. Она этот песец использовала для того, чтобы пойти купить яблок. Купить как можно купить? Она отдаёт шкурку этого песца, а ей дают корзину. То есть яблоки, простите. Что здесь является? Какой здесь товар особый? Который обладает свойством всеобщей обмениваемости. Все его с удовольствием берут, его легко, всегда его возьмут. Вот этот товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости, как называется? Деньги. Правильно, деньги. Деньги – это не какая-то конкретная вещь, а товар. Это товар, во-первых, но не просто товар, а особый, обладающий свойством всеобщей обмениваемости. Например, было время, когда жернова мельничные наступали таким свойством. Но всем же нужно молоть будет зерно. Вот у меня в углу стоит жернов такой большой. Видели жерноватый? Каменный, здоровый. И написано на нём «Попов». Так, а вы приходите и говорите, Михаил Васильевич, давайте я у вас жернов-то куплю. А что у вас есть? А вот эти яблоки у меня есть, хорошо, давайте много яблок. Машину давайте яблок, я вам этот жернов отдаю. Ну, машины у нас нет, говорит, мы в такое время живём, когда только телеги. Ну, давайте пять телег я вам отдаю. Отдаю. Всё мы делаем. Вы его будете класть? Это деньги. Всеобщей обмениваемости всем нужны. Вы будете в кошелёк класть? Нет. Вы сотрёте Попов и напишите фамилию? Бескровная. Вот. Бескровная? Бескровная. Пишу «бескровная». Всё. Продано. Это ваши деньги. Вот эти деньги у вас, а не у меня. А он стоит на месте. Но потом это не очень удобно. Но потом постепенно в качестве таких товаров, которые становятся всеобщими эквивалентами, стали выступать металлы. Такие как... Какие металлы? Такие как медь. Потом такие как золото, чтобы он был размером малым, а в обмен на него много можно было получить. И закрепились вот за серебром и золотом. А потом позднее появлялись уже представители денег, то есть монеты. Они сами по себе не деньги. На деньгах можно написать всё, что угодно на монетах, правильно? И можно написать там одну величину, а на самом деле там золота гораздо меньше. Вот сейчас у нас из чего делается 10 рублей? Как кто знает? Из какого металла? Вот ещё несколько лет назад это был медно-никелевый сплав. Поэтому он был... Деньги были... Кошельки были лёгкие. Сейчас кошельки подяжелели. Это не значит, что у вас там стало больше денег. Это значит, что теперь 10-рублёвки и 5-рублёвки делаются, и рубли делаются из железа, покрытого медно-никелевым сплавом. У кого-нибудь есть магнит? Возьмите 10 рублей к вашему магниту. Представьте. И будет он висеть, эти 10 рублей. Так что, крошельки, можете делать так. Магнит на шею и сюда вот эту монету. И потом это забираете и расплачиваетесь. Приходите в буфет. Очень оригинально. Если красивый цвет, сделать магнит. И на нём будет такая кожалей для висеть. Даже очень, даже и неплохо. По крайней мере, оригинально точно. Там эти все в буфете умирут. Скажите, а мы тут у нас практически занятие по разрешению социально-трудовых конфликтов. Вы же со мной не будете конфликтовать? Вот сколько вам надо денежек? И всё. Так, так что вы нас раньше времени там не говорите. То есть, вот когда появляются деньги, вот тогда обмен денег на товары, другие. Или обмен товаров на такие товары, которые являются деньгами, называется купля, если я деньги меняю на другие товары. И продажа, если я товар меняю на тот же товар, который является деньгами. Так вот, сфера купли-продажи является... Это целая историческая эпоха. Пока это всё развилось. Вот целая историческая эпоха. Вот появляется рынок. А когда он появляется? Рынок появляется уже в период рыбовладения. Да? Есть уже рынки. Правильно? Продают, покупают. И что, экономика там рыночная? Нет. Основная масса продуктов, потребительных стоимости производится в плытифундиях. И они идут в потребление А. Рабовладельцев и Б. Рабов. Ну, рабовладельцы заинтересованы, чтобы рабы не умерли. Правильно? А если у меня есть рабы, сто человек, что я допущу, чтобы их стало восемьдесят? Это не капитализм. При капитализме им всё равно этому. Придут рабочие, не придут, едят, не едят. Умирают, не умирают. Ну, другие придут из других республик. Долбанём по Ливии и по Ираку, и прибегут в Европу новые работники. Правильно? Кто пригнал-то беженцев в Европу? Ну, кто уничтожил Ливию и Ирак? А откуда они? Неужели кто-нибудь так сам побежит? Вот бросит весь дом, где он десятилетиями жил, и побежит в какую-то Европу. Никто не побежит так просто. Так. То есть нет такой рыночной экономики. Экономика всякая какая-то конкретная. Конкретная. Так, так что вот, товарищи дорогие, мы с вами знаем, в данном случае, что такое рынок. Рыночной экономики не бывает, и рыночного производства не бывает. Производство, потому что рынок – это сфера обмена. А производство – это совсем не другое. Это оно включает в себя в конечном итоге, и этот процесс тоже, но не исчерпывается им, и никак не сводится к нему. Ну вот, а если вы будете только экономику говорить, это все равно, что вот у нас ничего не производится, а мы только торгуем. Тем, что осталось в России. А у нас много чего осталось. В России большая. Можно торговать, 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 торговать. Еще земля есть. Вот, например, первый вице-премьер Шувалов очень довольный, что Аль-Росумы сильно продали большую часть. То есть фирма государственная, которая производит бриллианты. Теперь там уже где-то около 33% принадлежит РФ, потом часть еще Якутии, и часть еще муниципалитетом Якутии. А остальное уже в частной собственности. Государственная собственность тоже частная. Собственность класса капиталистов, Россия. А это уже частная собственность, кому попадет. Вот теперь, говорит, надо Газпром нам продать. Вот вы за то, чтобы продавать курицу, которая несет золотые яйца. А вот люди продают, продают, продают. И рады, что продают. И что вы сделаете с теми деньгами? А дырки заткнем. А потом где возьмете? А там еще осталось, еще что-то осталось о Роснефти. Мы еще пакет продаем. Кто еще пакет? А потом скажем, что нам надо импортозамещение. Какое импортозамещение? Вы сами все отдали. Что уже с ВАЗом? ВАЗ-то чей завод? Российский или итало-французский? Вот Владимир Владимирович рекламировал, рекламировал, ездил на желтой колени. Аж до Владивостока проехал. Для кого рекламировал? Чей завод теперь у вас? Итало. Французский. Ну, Рено, Ренессан. А у нас что-то осталось? Какое-нибудь производство великолепных автомобилей? Остался еще. Какой? Ульяновский УАЗик. И написано там, патриот. Какими буквами? Английскими. Какой страны? Патриот, если английскими буквами написано. Патриот. Как вот? Трудно ответить, да? Это как бы может для иностранцев. Для иностранцев про Россию. Мы для иностранцев производим эти УАЗик. Не знаю. Патриот, если английский, может подумать, что это патриот. И той страны чьи буквы берем. Вот вы приедете в Америку, там будут русскими буквами писать? Кафе? Не будут. А тут норовят обязательно так сделать. Вот. Так что, итог. Производство есть процесс присвоения предметов, природы, в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот мы глупше и лучше усвоили это сегодня. С чем я вас и поздравляю. На этом лекцию сегодня закончу. Чтобы у вас не перегружаться. Некоторые уже устали. Или боятся, что у них начнут отнимать телефоны. Лучше вовремя закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.